Пояс бареальных лесов проходит по всему северному полушарию. В поясе бареальных лесов расположена Швеция, леса которой составляют около 1% площади лесов мира. Тем не менее, в Швеции заготавливается 5% мирового объема лесоматериалов, что составляет целых 10% оборота международной торговли. Как это стало возможным? Ответ на этот вопрос заложен в уникальном подходе к устойчивому управлению лесами, который называется шведская модель лесоуправления. Но путь к достижениям в лесоуправлении, который мы наблюдаем в Швеции сегодня, был непростым и длительным. Всего 100 лет назад на значительных площадях леса Швеции были сильно истощены рубками. Тогда леса были не такими, как сейчас. Они были сильно истощены рубками, были редкими, местами повреждены скотом, но в то же время природоохранное значение лесов находилось на высоком уровне. В стране было много старовозрастных лесов. В 19 веке рубок стало больше, а прирост был очень низким. Ситуация была настолько серьезной, что в конце 19 века шведское государство решило принять неотложные меры. Для того, чтобы сохранить потенциал лесов как важного источника сырья, в Швеции в 1903 году был впервые в мире принят закон о лесном хозяйстве. Закон был направлен на сохранение лесов в Швеции, как источника сырья в долгосрочном перспективе. Проще говоря, тогда под устойчивостью лесопользования понимали неистощительность, и тот, кто врубал лес, нес ответственность за его восстановление. Закон устанавливал, в каких лесах допускаются рубки. Были установлены допустимые площади для сопользования для каждого района. Было образовано государственное агентство, отвечающее за контроль над соблюдением требований данного закона. Сейчас это шведское лесное агентство. Задача лесного агентства – контролировать, как управление лесами в стране соответствует требованию, установленным правительством и парламентом. Это значит, что нужно стремиться к устойчивому управлению лесами. Конечно, мы отвечаем за соответствие нормативной базы лесопользования постановлением парламента. Мы также предоставляем консультации лесовладельцам. К тому же на нас возложена важнейшая задача обеспечить мониторинг лесопользования и лесовосстановления по всей стране. Постепенно лесной ландшафт стал мозаичным, состоящих из участков лесов разного возраста. Редкие леса с низким приростом были вырублены, и на их месте заложены молодые леса. Задача состояла в том, чтобы в стране было достаточно лесов всех возрастных групп. Для этого был необходим долгосрочный план лесоуправления. Дерево, посаженное в начале 20 века, будет готово к заготовке через 100 лет. Общая цель трансформации лесов в Швеции состояла в создании условий, необходимых для обеспечения бесперебойного удовлетворения нужд в древесине для экономического развития страны. Для обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства Швеции в долгосрочной перспективе на всей территории страны были проведены работы по лесоинвентаризации. Национальная программа инвентаризации лесов, начатая в 1923 году, позволила собрать уникальный объем данных о лесах. Эти данные широко используются сегодня при принятии решений по управлению лесами страны. В 70-е годы растет экологическое движение. Закон о лесном хозяйстве Швеции стал объектом острой критики. Вокруг него разгорелись горячие дискуссии. Самая острая критика пала на сплошные рубки. Многие тогда отмечали, что закон ставит узкие экономические задачи и не обращает должного внимания на другие природные ценности лесов, в том числе биоразнообразие. Критика повлиял на изменение лесной политики страны и лесного законодательства. Существенным изменением явилось то, что охрана окружающей среды и производство древесины стали равнозначными целями лесной политики страны. Также было ясно, каким общество видит будущее лесов. В частности, было очевидно, что нужно шире внедрять выборочные рубки взамен сплошных и вводить лиственные породы. Пришла необходимость убрать из законов слишком детальные требования. Стало необязательным проводить рубки ухода в молодняках и плохо растущих древостоев, если в этом нет необходимости. По мере роста потребностей в лесе приходилось чем-то жертвовать, поскольку не всегда можно повышать и производительность, и экологический потенциал одного и того же лесного участка. Перед лесовладельцами встала задача найти баланс между экономикой и экологией. Карина Негрян-Свенссон одна из 300 тысяч шведских частных лесовладельцев. Ее семья уже в шестом поколении живет сельским хозяйством и лесопользованием. Мы фермеры и лесоводы, поэтому лес, как экономический ресурс, очень важен для нас. Некоторые в нашей семье занимаются рыболовством и охотой, и наш лес подходит для этих целей. В нем много оленей, лосей, бобров и медведей. В конце лета и осенью мы часто ходим в лес за ягодами, а заодно смотрим, что необходимо сделать, не нужно ли провести рубку ухода в молодняке или заготовку древесины. В Швеции половиной всех лесов владеют частные лица. Четверть лесов находится в собственности частных компаний, остальные леса в собственности государства и церкви. Лесное законодательство едино для всех категорий заинтересованных сторон. Чтобы обеспечивать соответствие лесопользования требованиям законодательства, лесовладельцам необходимы знания и мастерство. Необходимы определенные знания в сфере управления лесами, экономики и экологии. Наш лес сертифицирован, и мы управляем им согласно плану, благодаря чему обеспечивается устойчивость лесопользования и сохраняются ценности лесов в долгосрочной перспективе для наших детей и внуков. Лесовладельцы в Швеции пользуются значительной свободой в управлении своими лесами, как они желают. Но на них лежит много обязанностей. Лесную политику Швеции можно определить как свобода с ответственностью. Такая политика предъявляет высокие требования к лесоводам и землевладельцам. Прежде всего, необходимо сформулировать свои цели, лесовладение и лесоуправление. Кроме того, нужны обширные знания и способности, чтобы прогнозировать, как лесоуправление повлияет на сам лес. Кроме обязанности восстановить вырубленный лес, законодательство требует сохранения при лесохозяйственной деятельности других функций лесов, в том числе рекреационной, туристической, культурной и, безусловно, экологической. Сегодня соблюдение баланса между экономикой и экологикой вновь стоит на повестке дня. Шведское лесное агентство является объектом острой критики со стороны экологических организаций. Есть несколько вопросов, по которым мнения заинтересованных сторон существенно расходятся. Важным вопросом является доля охраняемых лесов, то есть доля лесов, в которых не ведутся лесохозяйственные мероприятия и которые необходимы для сохранения биоразнообразия. Кроме того, есть разные мнения о том, что можно делать в управляемых лесах, а что нет. Есть разные позиции по использованию тех или иных лесохозяйственных подходов, в частности, сплошных рубок. Также широко обсуждается вопрос, какие экологические требования должны соблюдаться при заготовке древесины. Ассоциация за защиту лесов одна из многих шведских природоохранных организаций, выступающих с критикой современных подходов ведения лесного хозяйства. Шведское лесное хозяйство в своем современном виде представляет собой главную угрозу биоразнообразию страны. Я сужу об этом на основании двух фактов. Во-первых, большая часть исчезающих видов обитает в лесах. И во-вторых, лесохозяйственные мероприятия проводятся больше, чем на половине общей площади лесов Швеции. Важно не допустить преобразование естественных лесов в однопородные плантации. Вместо этого при заготовке древесины необходимо оставлять семенные деревья разных пород для обеспечения естественного лесовозобновления. Нельзя сажать деревья только одной породы. Необходимо закладывать смешанные культуры, чтобы в будущем получить смешанные леса. Биоразнообразие в таких лесах будет выше, чем в монокультурах. Дискуссия о балансе между лесным хозяйством и охранной природой вновь остро стоит на повестке дня. Тем не менее, результаты новой лесной политики принятой в 90-х годах сегодня уже начали ощущаться. Ежегодно вырубается примерно 1% площадь лесов в Швеции. Это означает, что сложности в обеспечении природоохранных функций леса ощущаются на 20% лесной площади. Именно столько лесов было вырублено с середины 90-х годов. За последние 20 лет леса сильно изменились. В лесном хозяйстве стали применять новые подходы, такие как ландшафтно-экологическое планирование, выделение и сохранение биотопов, необходимых для сохранения биоразнообразия лесов. В частности, сохраняется мертвая древесина. Есть признаки, что эти мероприятия дают позитивный эффект. На самом деле, 20 лет – это слишком короткий срок, чтобы делать глубокие выводы, поскольку бареальные леса растут долго, и восстановление многих экологических процессов требует времени. В Швеции потребность общества в древесине растет. В частности, леса стали важным источником энергетического сырья. Причем потребность в энергии из возобновляемых источников значительно возрастает во всем мире. В Европейском Союзе установлены высокие цели по выработке энергии из возобновляемых источников. Это означает, что потребность в лесной продукции в ближайшем будущем возрастет, когда спрос превысит предложение. Леса играют важнейшую роль в мире как источник сырья. Из леса можно получать сырье для производства различной продукции, от стройматериалов до энергии для обогрева зданий, новейших лекарственных препаратов, одежды и химикатов. Скоро из древесины будут делать еще больше разной продукции. Сейчас мы можем куда больше, чем 20 лет назад. Глубокая переработка древесины шагнула на новый уровень. Если раньше мы получали почти исключительно только целлюлозу и энергию, то сейчас мы можем производить композитные тканевые материалы и дизельные топливы и сосны. Мы сможем получать органические полимеры, лигнин и гемицеллюлозу, смолы, как побочный продукт бумажного производства. Это огромный потенциал. Важной задачей, стоящей перед учеными, является найти, как управлять лесами, чтобы удовлетворить эти потребности. Рекреация, рыболовство и охота, туризм, биоразнообразие, чистая вода и возобновляемая энергия и сырье. Потребность в лесе все время растет. Наиболее сложная проблема, которая стоит сейчас перед нами, найти оптимальный баланс и правильно расставить приоритеты между противоположными задачами лесного хозяйства. Сверхзадача удовлетворить все потребности общества в лесе. Вопрос в том, как правильно выстроить управление ландшафтом в целом. Ведь невозможно сочетать конфликтующие цели на одном и том же участке леса. Благодаря лесной промышленности, основной на научных подходах и динамичной лесной политике, Швеция прошла путь от страны, над которой нависто реальные угрозы обезлесения, до одной из самых лесистых стран Европейского Союза. Сейчас мы стоим перед новой проблемой. Как мы будем управлять лесами в будущем, когда мир будет зависеть от возобновляемых источников энергии? Является ли шведская модель одним из возможных путей развития? Редактор субтитров А.Семкин